Бенды, они же подтяжки, это чуть ли не самый общеупотребимый прием. Он используется во всех стилях и он поэтому актуален для всех. К сожалению, его очень легко испортить с некачественным исполнением. А одним кривым бендом можно испортить все соло. Типичные ошибки в исполнении бендов можно условно разделить на три группы. Первое, это чисто технически неправильное исполнение бенда. Оно напрямую влияет на удобство игры и может опосредованно влиять на звук. Второе, это технические ошибки, непосредственно влияющие на звук. Здесь речь в основном идет о грязи. Третье, это ошибки в собственном музыкальности исполнения бенда. Вот этот третий пункт, он на самом деле самый главный. Потому что как бы вы ни играли, хоть ногами, но все должно звучать качественно. Поэтому если вам лень смотреть весь ролик и не хочется заморачиваться над техникой, вот на этот таймкод мотайте и смотрите самое главное. Итак, чисто технические ошибки. Первое, это попытка тянуть бенд одним пальцем. Ну, тут все понятно. Сила одного пальца почти никогда недостаточно, чтобы подтянуть ноту точно до другой ноты и еще и удержать там нужное время. Поэтому помогайте другими пальцами. Ставьте их на струну позади рабочего пальца и тяните сразу двумя-тремя. Второе, исполнение бендов только за счет разгибания пальцев. Такое исполнение возможно, но сопряжено с большим изолированным усилием пальцев и, например, быстрые бенды играть будет проблематично и вибрато сделать тем более сложно или вовсе невозможно. Оно может получиться, но звучит не должным образом. Третье, движение предплечья вверх и разгибание запястья, так что ладонь прижимается к грифу. Такую ошибку всегда очень видно, потому что начинает дергаться гриф вверх и иногда даже поднимается левое плечо. Вот это исключительно неэффективное движение задействует большую массу мышц, которые вообще не помогают подтянуть струну, но тратят кучу энергии. Там будет бицепс, используется иногда даже трапециевидную мышцу, если плечо поднимается. Плюс ладонь, упираясь в гриф, не позволяет тянуть таким образом дальше и дотягивать приходится пальцами. Опять же, вибрато сыграть будет практически невозможно, потому что ладонь уперлась в гриф, и она не оставляет свободы движений. Можно сколько угодно качать гриф, но вибрато не получится. Как правильно? Тянуть нужно вращательным движением. Большой палец сверху грифа служит точкой опоры, и кисть крутится вокруг нее, ну и вокруг грифа. Сам гриф стоит на месте, дергать его вверх нет решительно никакой необходимости. Пальцы перед началом бенда стоит поставить не параллельно ладам, а примерно под 45 градусов, чтобы между грифом и ладонью со стороны мизинца, вот здесь, было пространство и было куда вращать. Иначе тянуть придется только пальцами. Вот таким образом это должно выглядеть. Вот мы повесили руку на большой палец, запястье свисает, как оно свисает, и рука совершает вращательное движение. Пальцы на самом деле немного все равно участвуют в финальной части движения, думаю, это видно, но лишь чуть-чуть и скорее для придания прочности вот этой конструкции, чем, собственно, для подтягивания струны. Технические ошибки, непосредственно влияющие на звук. Здесь речь о контроле за частотой исполнения. Ну, во-первых, глушить вышележащие струны паровой рукой, это, думаю, и так понятно. Потому что... Вышележащие струны, если не заглушены, они могут завестись, если гейна и громкости много. Можно их случайно задеть, и, соответственно, они будут создавать грязь. Во-вторых, что касается, собственно, техники взятия бэнда. Не позволяйте ни в коем случае вышележащим струнам попасть под палец, которым вы тянете нужную струну. Они, оказывается, прижаты к ладу и создают грязь. Сейчас я попробую продемонстрировать, как это может излучать. Вот примерно такое может произойти. Чтобы этого не произошло, нужно перед началом подтяжки ставить палец поперпендикулярнее к накладке, местом чуть ближе к ногтю. И в процессе бэнда поддевать вышележащую струну. Таким образом, вышележащая струна оказывается на пальце ближе к ногтю, чем то место, которым мы сжимаем струну. Таким образом, она оказывается оттянута от грифа и не касается ладов. Таким образом, грязь, связанная с касанием этой струны ладов, исключается. И здесь есть еще один момент, отчасти вытекающий из второго. При отпускании струны или при исполнении обратного бэнда нужно извлекать палец из-под вышележащих струн, которые мы до этого поддели, аккуратно и строго противоположным движением. Потому что если струна соскочит с пальца резко, она может издать щелчок. Сейчас опять же я попробую это продемонстрировать. Вот. Потому что, когда у нас струна лежит на пальце, оттянутой от грифа, и мы опускаем палец вот таким образом, она в какой-то момент, будучи оттянутой от грифа, просто срывается с пальца и издает этот щелчок. Значит, чтобы этого не было, надо извлекать палец осторожно. И вот мы... Когда мы поддели струну, мы не так вынимаем палец из-под струны, а... Вот обратным движением. Чтобы сначала опустить струну до ее нормального уровня над грифом, а потом извлечь из-под нее палец. Тогда этого щелчка не будет, ну, по крайней мере, будет с меньшей вероятностью. Ошибки в собственном музыкальности исполнения бендов. И тут я для начала скажу громко и четко. И напишу капсом. Бенд это способ взятия конкретной ноты. Не оттягивание изначальной ноты на неизвестное расстояние, без какой-либо конечной точки. Не так. Это способ прийти от одной ноты к другой. Четко, точно так же, как вы делаете это, например, слайдом или легато. И то же самое с бендом. И вот типичнейшие ошибки, из-за которых бенд может звучать по-пионерски. Первое, самое очевидное. Это не попадание в бенд. Нам нужно попасть в конкретную ноту, а высота получается либо ниже, либо что еще гажа звучит выше нужной ноты. Например, нам надо прийти из этой ноты сюда. Должно быть так. А получается вот так. Или вот так. Соответственно, первонаперво нам нужно проделать очень много раз примитивное, но очень эффективное упражнение. Слайд-бенд. Сыграли слайд. Запомнили, как звучит эта нота. Пытаемся сыграть бенто точно так же. Второе. Неудержание ноты, в которую сделана подтяжка. Если после бенда струна начинает неконтролируемо сползать и любожего упаси продолжает ползти вверх, это воспринимается на слух не лучше, чем не попадание в бенд. Возможно исключение. Когда специально исполняется медленнее сползание ноты, такой очень медленный обратный бенд, вот как во вступительном соло в конце. Вот если это сделано намеренно и с правильной артикуляцией, это считывается и не звучит плохо. Похоже на работу машинки, когда надавливаешь на рычаг вниз. Третье. Так называемые нисходящие хвосты. Это когда после взятия нормального бенда и до того, как заглушить ноту, вы уже позволяете ей сползти. Вот не делайте так. И вообще, из бенда может быть три базовых выхода. Первое. Остаться на той же ноте. Можно с вибрато. Второе. Заглушить. До того, как отпустить, не допуская нисходящего хвоста. И третье. Это, собственно говоря, четким движением вернуться в ноту, от которой тянули. То есть сделать обратный бенд. Ну, или можно, в принципе, подтянуть струну еще выше до следующей ноты. Про исключение в виде художественного сползания ноты вниз я сказал выше, но базовое продолжение звучания четко взятой ноты, глушение и возврат. Вот эти три варианта. Все остальное, с немалой вероятностью, прозвучит, как плод порочной связи мартовского кота с полицейской сиреной. Испортив все соло. Ну, вот как-то так. У кого есть вопросы, задавайте. Кому есть что добавить, добавляйте. Распространяйте этот ролик за распространение лучей бобра. Ну, и приходите учиться, конечно же. Всех отчаянно жду. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok